Всем йоу, народ, с вами Сильвис. Короче, это большой видос про версию 2.0.2 Tower of Fantasy. По сути, он про веру, про все нюансы, ништяки, возможности, что добавилось, что добавится, что нового, что нужно делать, как делать, где делать и так далее. Видос будет длинным, полуразговорным. Я буду делиться также своим мнением по поводу веры. По поводу рубички, в частности, было решение, принято решение выкрутить рубичку. Она у меня, по сути, уже C1. Возможно, я ее добью до C3, возможно, и на C1 оставлю, не знаю, посмотрим. И в конце порассуждаем немножечко про Steam-версию. Ну, а перед началом, естественно, прошу тебя подписаться на мою группу ВК, ссылочка находится в описании на Twitch, и посмотреть спонсора моего канала. В общем-то, я только что закончил 11-часовой стрим по вере, его запись есть на канале, если интересно, посмотрите. И пока в моей памяти свежие воспоминания и эмоции по поводу локации, я вам их сейчас постараюсь передать и покажу некоторые кадры с этой локации. Так вот, локация добавила двух новых ворлд-боссов. Очень много эксплорейшн. И когда я говорю много, это действительно много. Ее очень долго исследовать. За 11 часов планомерного исследования я максимум одну локацию прочистил до 50%. Это не учитывая того, что в этой локации, черт возьми, две локации. Потому что сама Вера и неоновый город Мирория. Это здоровенная локация с кучей новых головоломок, с кучей эксплорейшн, с кучей наград, круточек. Это просто безумие. То есть, честно говоря, локация мне нравится прямо вот на 100%. Плюс еще новый симулякор, плюс еще взаимодействие с другими симулякорами. Потому что мы здесь с вами будем встречаться и с Саки Фувой, и с Лин, и с Мирилочкой, и с Самир, и с Хумой. И мы действительно сможем посмотреть на стороны, со стороны на них, как они себя ведут, как они дерутся и так далее. В общем, социализация здесь топ. Развита прямо в абсолют. И, честно говоря, докопаться до этой локации я не могу. Хотя, могу. Но об этом в конце видео. И дабы не портить вам впечатление про локацию... Ну, впечатление вам испортить не смогу физически, потому что каждый судит сам. Но для меня этот патч, он просто охренительный. И это я вам сейчас только про пустыню говорю. А сам город... О, город это прямо бомба. Город это огромный киберпанковый город, выполненный в китайском традиционном стиле, или в японском традиционном стиле. Ну, в общем, выглядит он очень бомбически, там дофигища эксплорейшна в самом городе. Очень много мест, которые вам нужно посетить. Ребята, в это нужно играть самому. Через видос я вам не передам и половину тех эмоций, которые я ощущал. В общем, ну, это прямо вышка. То есть это дополнение реально глобальное дополнение. Не вот это добавление какой-то пушки, например, в New World, а реально глобальное обновление. Оно здоровое, оно красивое, оно требует играть в себя. Теперь сразу к новинкам. Что добавилось? Во-первых, добавлена новая шмотка. Она идет вот в этот слот и называется Combat Engine. Она имеет три уровня редкости. Синий, фиолетовый и золотой. Выбить эту шмотку можно с хардовых рейдов. А я вам напоминаю, у нас появился первый, второй и третий хардовый рейд. Первый мы уже сходили, он вообще простой. Также она падает с двух ворлдбоссов, которые находятся на вере. И точится она вот за такие вот модули. Бустер модуль и, естественно, адвансед модуль, который является аналогией обычных шмоток. У нее есть адванс и есть эншенс. Не советую вам точить эту шмотку сейчас вообще никак. Не точить именно за распыление шмоток. Потому что эта штука точится вот за такие модули. Нажимаем эншенс. У нее есть обычный эншенс, который, естественно, вы можете точить, потому что модули вам насыпят. А адвансед вот за эти батарейки. Местные батарейки, которые выпадают с гачапонов. О них чуть позже с ворлдбоссов, с мобов, с квестов, с баунти. Баунти, кстати, теперь вы можете выбирать. Делать баунти на вере или на аспирии. Советую делать, естественно, на вере. Поэтому пока что копите эти модули и не точите эту шмотку. Почему? Сейчас заострю внимание на шмотки. Шмотка имеет просто бешеные статы, которые нужно наролить, естественно. Топовые статы, скорее всего, будут иметь Physical Damage Boost. Например, если вы физ, фаер, если у вас фаер. Ну, по аналогии, да. HP нам не особо надо, так как мы не танки. Тут его два, Physical Resistance. В идеале наролить вот эту золотую шмотку с нужными для вас статами. Она статы имеет примерно как по аналогии с ботинками и так далее. С другими шмотками, короче. Так что адвансить вы ее можете. Именно эксченджить. Энхансить. А адвансить не надо. Копите модули. Потому что пока у вас нет золотой шмотки, ну, точить ее, естественно, смысла нет. Помимо ворлдбоссов и рейдов, вы сможете купить этот Fortress Combat Engine. Золотой. Ну, и фиолетовый, естественно. В Space Time Store. Ну, и, естественно, покупаются заточки. Вот эти штуки даются за рейды, за открытие Рудольф и Магмы. Это два новых ворлдбосса. Олень и живой собек. Естественно, Support Store. В Support Store, помимо этого, добавлены новые очки, которые являются другой валютой. Это Return Support Points. И они добываются людьми, которые помогают кому-то на вере. То есть это для топовых джойнтов, которые нам пока что недоступны. О них тоже чуть позже и так далее. Здесь также есть энергия. Аватарки добавились. Добавилось звание. Proof of Portage. Раз в неделю можете купить одну матрицу. И, соответственно, вот Gold Nucleus. И на этом как бы и все. Ну, это для людей, которые собираются помогать своим тиммейтам зарабатывать их и покупать. Идем по новинкам далее. Добавлено два топовых джойнта. У каждого есть сложность на 75-й и на 80-й левел. Один называется The Endgame, другой The Sadness Volley. В чем их фишка? Фишка их в том, что у них не резисты, которые уменьшают урон от вашего оружия. А наоборот, штука, которая повышает ваш урон от определенной стихии. И заметьте, в наградах вы видите куртка, которая стоит, допустим, с физическим апом вверх. Что это такое? Это слот, который содержит рандомный предмет, 8 частей из предмета, с повышенным шансом получения рандомной физикал атаки и физикал резистанс статов. Это значит, что вот конкретно с этого джойнта вы за сундуки сможете получить грудак, плечи, штаны, голову, запястье, пояс и так далее с нужными вам, допустим, для вашей физической сборки, физической атакой и физикал резистом. То есть выбить отсюда шмотку, нужную шмотку, гораздо легче, чем с предыдущих джойнтов. Но опять же, это для хай-левелов. И то же самое со всеми стихиями. Есть вольтовая, есть физическая, есть огненная, есть ледяная. Охренительно, когда выйдет, будем пробовать. Не знаю, насколько она будет сложной, но с учетом того, что здесь аж 120% на 75-м и точно так же 120% на 80-м, плюс к урону, скорее всего, там будет жарко. И эта штука позволит одеться прямо очень хорошо. А еще одеться очень хорошо позволит один предметик, который добавлен в еженедельные награды. О нем сейчас тоже расскажу. Еженеделки изменились вот так. Теперь они связаны с верой. И помимо того, что вы будете лутать 2 чипа в неделю на обычных боссов, вы еще будете 2 чипа в неделю лутать для боссов веры. Чип 2-го грейда называется Matrix Chip. Как он называется? Я сейчас вам его покажу. Вот это обычные, а есть такие же ключи, которые за викли вы можете получить теперь для новых боссов, соответственно. С новых боссов падает новый шмот, который я показывал. Что нас интересует? Нас интересует раз в неделю 900-й поинт. Вот этот предмет. Театрепитер. Штука, которая позволяет залочить один из статов на вашей шмотке и ни в коем случае не апгрейдить его. То есть вы нажимаете этот предмет, выбираете шмотку, лочите стат, и он не точится. То есть понимаете? После 75-го левела, я советую вам сейчас датрепитеры вам копить, пока 75-й левел не дадут. У нас есть примерно неделя-две до этого времени. И с помощью датрепитера в тех джойнтах выбить нужную шмотку и в этой нужной шмотке залочить, например, хп. Чтобы у вас вточилась атака, нужная вам, но ни в коем случае не вточилась хп. То есть этот предмет, этот секундомер, он блочит роллы статов, которые вы выбрали. Опять же, скорее всего, один стат на одну шмотку, естественно, он израсходуется после того, как вы заточите эту шмотку. Охренительно! Можно будет одеться под каждую стихию просто в максимум. О, найс! Топовый предмет, его давно нужно было добавить, но добавлено только сейчас. Поэтому обязательно каждую неделю проходи виклеактивность на 900 минимум. Также из новинок, помимо этого, добавлен шестой спейстайм-домейн, дает больше золота. И шестой Dimensional Trials. Dimensional Trials от пятого отличается тем, что здесь дается две коробки с аугментацией кругляшка, а именно бустер-фрейма или нанофайбер-фрейма первой версии. Так как выходит новая пушка, ее надо апгрейдить. И шестой диф дает еще больше апгрейдов. То есть пятый у нас золотая коробка, фиолетовая коробка с треуголкой-кругляшком и синяя. А здесь две фиолетовых. То есть, ну, типа, неплохо. Аугментация в два раза будет больше расти. Сейчас она нужна как никогда. Также, естественно, на Верь есть Интерстеллары. Ну, наши любимые портальчики. Если вам совсем не хватает аугментации, то здесь Интерстеллары, они, ну, по ощущениям, стергейты сильно жирнее, чем на Айсперии. То есть, нас как будто бы отменяют прошлую локу и, ну, камон, два нанофайбера плюс один первого левела. Это довольно жирно. И вот еще один, например, с двумя золотыми бустерами. Также стоит сказать про новую валюту. Помимо всех качапоновских херовин, нам добавился Gray Space Crypt Timer. Скриптерс? Скрипт? Короче, скрипт зеленый. Который позволит нам заходить в порталы, которые находятся на Вере. Они выглядят вот так. Нам они пока недоступны, они на 75-й левел. Как они выйдут, узнаем, что это такое. Но заранее знайте, что вот эти штуки, которые вам за Exploration дают, они будут нужны в будущем. И, естественно, Potion Tome Nium Crystal. Это штука, которую используют для грейда-супрессора, который находится на восьмой версии. Если у вас CS позволяет, если у вас сейчас выше 80 тысяч CS, вряд ли, конечно. Но, в любом случае, да, вы теперь его можете прокачать. Также, естественно, Вормхолл 75-й стал доступен. Для любителей Вормхолла на 75-м будет что поделать. Изменения по фантазме. Насколько я понимаю, во-первых, пушки, которые здесь теперь будут добавлены, ну, в плане в плюс, они будут давать не плюс процент урона, а будут докидывать звезды. Плюс одна звезда за старрейтинг. То есть, допустим, мне Кингана кинется две звезды. Если у вас уже шестая звезда, то за каждую звезду свыше шестой будет 25% дэмэдж буста. И, и, теперь, короче, если вы застряли на каком-то левеле, то левел будет подкидывать вас вверх до вашего CS. У меня, допустим, 55-50 тысяч CS, и я с 280 какого-то там до 293 прыгнул. Для этого вам нужно будет просто нажать Сникт Лекс Левел, и вас закинет на левел выше. Это для тех, кто в фантазме застрял, мало ли, не может пройти или просто ленится. Если у вас высокий CS, то вас, по-моему, максимум на 13 левелов вверх или на 10 закинет. Ну, это такое вот продвижение для людей, которые не особо любят фантазму. Секвенталка особо не поменялась. И последний из новинок, о чем стоит упомянуть, это новые баунти-миссии, которые приурочены к вере. Вы можете выбирать, делать вам баунти на вере или делать их в аспирии. За эти баунти будут даваться чипы различного вида редкости, новая валюта и валюта для гачапонов. Сейчас про гачапоны все буду рассказывать. Что ж, гачапоны. Для гачапона существует две валюты. Это серая и золотая. Золотая валюта типа для лимитированного гачапона, который пиздатый, в который можно выкрутить маунта, внешки и так далее. Валюту вы можете посмотреть у себя в Кьюринси. Она называется Мира для обычных гачапонов и Олд Веракойны. Олд Веракойны даются за баунти, за открытие сапплайподов. Теперь на вере за открытие сапплайподов не даются черные кристаллы. Дается Мира и Олд Веракойн. Помимо этого, Мира сама висит в воздухе в некоторых местах в вере в виде кругляшка, в котором висит этот Миракойн. Короче, валюта гачапонов будет пополняться постоянно. Где их найти? В самом входе в, собственно, Аспирию, ой, Аспирию, Мирорию, вас будет встречать холл, в котором просто дохренища всякого дерьма. Начиная от вот таких вот гачапонов, которые являются покупками игрушек, которые вы можете выбрать. То есть, если вам, допустим, нужна определенная игрушка, это для новых симулякров, для лин, для асаки и так далее. Эти игрушки будут аппать им дружбу сильнее. Заканчивая до стандартными гачапонами, которые стоят ближе к месту, где таксишка. Также тут придется еда и так далее. Вы это все сможете сами почекать. Я просто показываю вам, где что есть и что можно крутить. Итак, гачапоны. Я крутил все просто ради интереса, потому что валюта эта будет пополняться. Так вот, гачапон номер 1. Гачапон с матрицами хумы, с аугментацией, с alternate destiny, с proof of purchase и так далее. Здесь есть куча карточек, которые превращают вас в различных мобов. Не знаю, нахрена они это добавили. Видимо, просто чтобы люди не выкручивали гачапон с only полезными вещами. Здесь стоят обычные гачапоны. Есть гачапон, который также крутится за эту валюту, за серую, с внешками. Кому интересно, тут также бластеры для того, чтобы превращать кого-то в котов, в люсию. Есть бластер, который замедляет скорость врага. Не знаю, зачем мне это добавили. Есть скорость в принципе. Есть дезориентация, есть усыпление, есть стан. Вот куда эти бластеры использовать сейчас, я не понимаю. Может быть, на каких-то топовых рейдах 10 секунд что-то зарешают, но ладно. Также есть штука, которая, когда вы меняете свой аутфит, ну, внешку, красите свой костюм, не будет тратиться валюта. То есть, ну, они типа чуть-чуть отменяют кристаллы черные. Вот, но здесь также вы в целом можете выкрутить внешку. Третий гачапон. У него тоже внешка, красные круточки, визуалка, игрушки и так далее. Я тут все уже покрутил, пожмякал. Естественно, матрицы сам мир. И сейчас расскажу про золотой гачапон. До золотого гачапона нужно доехать на таксишке на станцию Мирафлёр Холл. Ну, естественно, таксишками пользоваться через этот терминал. Этот гачапон тоже лимитированный. Ну, типа, многие говорят, что они будут обновляться. Я не знаю, как это будет работать. Я основную информацию лишь вам сейчас даю. Тут стоит автомат с едой, увеличивающий ваш размер прыжка, эндюранс, атаку и так далее. Не советую пока, что на это тратится. Это допка на потом, на хай-контент. Золотой гачапон выглядит вот так. Из него можно залутать. Золотые крутки, кристаллы. Я сегодня уже один выкрутил. Валюту для покупки спейстайма. Бустеры для апа новой шмотки. Естественно, оба бустера. Штуки для заточки новой шмотки. Кусок глайдера. Именно кусок глайдера. Это новый маунт, который выглядит вот таким вот образом. И да, вы можете вылутать с гачапона только кусок глайдера. Скорее всего, второй кусок лежит во второй версии гачапона, которая откроется либо после прокручивания всего гачапона. А для того, чтобы прокрутить, как бы, нужно больше 350 круток. Посмотрите, посчитайте сами. Тут при том, что я уже где-то 30 выкрутил отсюда. Ну и типа, да. Это на любителя, кто будет это все крутить. Постепенно, в любом случае, это все будет копиться за баунти и так далее. Вот. Тут также стоит гачапон с матрицами Хумы. И хотел бы сказать такую вещь. Я сейчас не буду это показывать, но по всему городу Мирория стоят различные вендоры, которые что-то продают. Кто-то продает еду, кто-то продает внешки. Можете сами побегать их поискать, но основные гачапоны, они находятся на ресепшене и на Мирофлёр Холл. То есть, в других местах это либо дублеры этих гачапонов, либо штуки, которые позволяют покупать какие-то полезности. Ну и так далее. Также, помимо гачапонов, на самой Мирории в городе хочу обратить ваше внимание на очень важный аспект. Посмотрите сейчас на мини-карту. Вы видите, вот там впереди крутка, это большой треугольник, маленький треугольник, ромбик. Это вот такие вот блестящие хреновины, которые лежат везде. Ну, они в разных местах. Они могут быть за креслом, на столике, они могут быть в гачапоне. Вы когда подходите к гачапону, вот у меня выбор, купить или что-то там внизу лежит в отправном отсеке в этом. Я нажимаю F. Вот такая вот мини-загрузочка и получаю определенные вещи. Короче, здесь вы можете получить все, начиная от банки с энергией. Да-да, я на сегодня в мусорке нашел банку с энергией. Вы можете получить золотые крутки, вы можете получить определенные штуки для апгрейда маунтов. Короче, очень важно при исследовании именно Мирории обращать внимание на вот эти маленькие горящие точечки. Они могут быть в кустах, они могут быть на деревьях, они могут быть на нижних уровнях каких-то, потому что вот эта, например, штука-таксишка-холл, которую я вам показывал недавно, вот это место находится под ним. И просто так вы сюда вряд ли бы забрели. Поэтому исследуйте Мирорию тщательно, так как она таит в себе очень много секретов, которые можно залутать и обогатиться. Это, по сути, можно назвать одной из местных головоломок, потому что эти штуки сверкающие найти очень сложно, так как город многоуровневый, и вот хочу разрабам отдельный респект за это сказать. Город супер многоуровневый, то есть вот локация, куда я приехал, находится наверху. По идее, внизу ничего не должно быть, но оно есть. Так что учитывайте это при исследовании. Ну, естественно, помимо exploration веры, есть exploration самой Мирории. Дистрикт А, Дистрикт Б и так далее. Это прямо супер классно, и это заставляет пылесосить и без того интересную локацию. Ну, прям слов нет. От души, разрабы, от души. Ну, а сейчас я буду показывать головоломки, которые есть на вере. Я уже делал видос с головоломками, краткий. Сейчас я полностью покажу вам, как выполнять каждую. Вдруг у вас возникают какие-то проблемы с этим. Головоломка с тенями. Вам нужно найти вот такие вот две скалы с символами, подойти к ним так, чтобы они начали светиться, и объединить эти символы. Это не суперсложно, но нужно понимать, как это работает. То есть вы подходите, символы должны засветиться при определенном обстоятельстве, они прямо подсвечиваются, и их нужно соединить. Соединяя их, вы через какое-то время, продержав эту головоломку вот так вот на свету, получите свою награду. Довольно прикольная, на самом деле, затея. Разработчики молодцы, респекты за это. Это одна из самых дурацких головоломок – пустая нора. Вам нужно эту нору найти и, собственно, идти по следам, которые выражены в виде кустиков на полу. Видите, вот такой маленький кустик. Вы эти кустики ищите, просто идете по ним, и в конце концов вы должны прийти к такому пыльному облаку. Это гребаный заплутавший суслик. Его нужно отвести в свою нору. Вот эти… Не всегда, конечно, заметны эти кустики, но в целом они, как правило, идут чередой. То есть целая грядка этих кустиков друг за другом, она топит. Вот здесь вот я немножко тупил, но в основном это более очевидные маршруты. Ищем вот такие вот кустики, идем просто по ним, доходим до сусла, увидим пыль. Вот она, пыльный этот кусочек. Подходим к нему и начинает с вами ползти. Вам нужно довести его до норы. Фишка в том, что пока вы введете его до норы, вы можете совершенно случайно упереть этого суслика в какую-либо горку. Так вот, его нужно прямо проводить, что он не может на возвышенности забираться и не может за вами следовать повсюду. Поэтому следите, чтобы он от вас не отстал. Доводите его до норы и забирайте награду. Вот эта головоломка Super Basic, она… Я замедлил вам видос специально. Вам просто нужно найти золотого суслика изначально взглядом, и они передвигаются. Вы следите взглядом за бугорком, который изначально выехал от норы, в который был золотой суслик. И они, собственно, передвигаются. Он может никуда не поехать, но зрительно смотрите на бугорок. Видите бугорок с золотым сусликом, переводите взгляд туда. Все просто. Тут не надо никаких схем мутить и так далее. Вот. По итогу, когда они перестают двигаться, просто подходите к нужной норе, где был золотой суслик в последний момент, тыкаете на него и получаете награду. Не знаю, что в этом сложного люди увидели, но в этом просто нужно разобраться. Элементальная головоломка проста до одури. Стоит вот такой вот контейнер с обозначенной стихией, фиолетовой, в данном случае вольт, может быть, огонь и так далее. Вы разбиваете шары, которые находятся рядом с ним, и он открывается. Шара, как правило, 3, 4 или 5. Эти шары могут быть как наверху, так и внизу. Никогда они не находятся под землей. В редких случаях они там где-то в жопе спрятаны, но придется поискать. Оружие у вас наверняка найдется SR, SR, R, там, ранга, какого-то под каждую стихию, поэтому в этом ничего сложного нет. Еще один вид головоломки – это суслики, которые стоят на месте и просят вас что-то. Он просит либо определенную еду, либо определенную эмоцию. Если еду, даете еду. Если нет еды, проходите дальше и ищите эту еду. Ну, как правило, там, все, что у вас было собрано ранее, может помочь. Суслик также может попросить эмоцию. Открываете чат и выбираете нужную эмоцию. Помахать, похлопать, потанцевать и так далее. Короче, суперстранная тема, но пиздюки милые. Еще один вид головоломок – это кактусы. Видеоряд, я думаю, не нужен. Просто разбиваете кактус и, собственно, лутаете с него фиолетовую укрутку. И также есть штука в зыбучих песках. Это скрытые пещеры. Зыбучие пески иногда имеют вот такие воронки. И да, в них нужно залетать. Также вы сейчас на экране видите еще один вариант получения валюты для гачапонов. Там везде по всей вере висят такие штуки, что с голдой, что с валютой для гачапонов. Но вот эта воронка, она засасывает вас, и вы попадаете в пещеру, в которой тоже дохрена exploration. Ну и, наверное, одна из последних и немаловажных фишечек – это ваши чипы, которые вы наверняка, по совету меня или других блогеров, хранили до веры. Во-первых, теперь синие пирамидки можно открывать по пять, чтобы эти чипы быстрее зарасходовать. С фиолетовыми пирамидками такое не работает. Во-вторых, естественно, за каждую синюю пирамидку дают по 10 валюты для гачапона. То есть чем больше у вас ключей, тем больше вы продвинетесь в открытии нужных вам гачапонов и, естественно, улучшите своего персонажа. Это классно, это ускоряет геймплей и, наконец-то, дает смысл тратить эти пирамидки. Ну что, по головоломку разобрались, про новинки рассказал. Теперь немножечко мнение о вере. Что ж, развивается игра стремительно. Я знаю, что это дополнение уже было на Китай, что оно отточено. Игру запускают в Steam, у нас появляется новый способ донатить. Еще один способ адекватный, помимо фанпея. У меня впечатления исключительно положительные. Я не встретил ни одного бага, который повлиял бы на мой геймплей в течение всего эксплорейшна за 11 часов. Это очень классно. Руби читерский симулякор, который я советую крутить всем. Она имеет файер резонанс и просто сносит лица. Это очень прикольно. Помимо этого добавляются новые мобы в виде аберрации. Но, резюмируя, могу сказать такую тему. Единственное, что в геншине лучше, чем в Тофе, это наполненность карты. Потому что при всем своем огромном размере вера и мирория когда-нибудь будут зачищены на 100%. Это значит, что вы соберете все крутки, все головоломки решите и так далее. И останется лишь пустая, безжизненная пустыня, в которой нечего делать, помимо сбора баунти и валюты для гачапона. То есть, по факту, это не дополнительный новый контент, это просто огромный пак для исследования мира. Но, наверное, разработчики так хотят улучшить наши геймплейные какие-то ощущения и новые приколюхи. В целом, патч удался. Онлайн растет, хотя он и так был немаленький. И даже фри-то-плей игроки реально за эту веру могут обогатиться. Куча гачапонов, куча добавления внешек, куча приколюх новых, связанных с тем, что, например, можно на мие покуролесить. То есть, ты можешь с собой мию таскать. Куча взаимодействий с симулякрами, новый стори-мод, очень много опыта, новые три хардрейда, еще один рейд, который будет доступен на 73-м левеле с оленем, новая моделька ворлдбосса, куча новых карточек по типу смены внешнего вида, смены пола. Вы теперь также можете носить оружие, внешний вид, независимо от консты. То есть, если вам не нравится, например, коса кинга или шакрам широ, С3, вы можете нацепить С1. Куча валюты, которая просто валяется на земле, по сути. Плюс, помимо этой валюты, на земле также валяется и голда. Короче, нас готовят к чему-то масштабному. И дополнение 2.0 более чем удалось. В это надо играть самому. Повторяю еще раз. И если вы еще не играли и думаете, возвращаться в ТОФ или нет, ОФК, да. И типа 2.0 это предшествует дополнению 2.1 и 2.3, где еще больше взаимодействия с этой верой. Дома, различные танцполы, ивенты и так далее. Помимо этого, при старте веры вы также можете собрать голднуклеусы, которые будут в ревардах за ежедневный заход, прокрутить что хотите и в случае, если вам совсем не нравится, оставить до лучших времен. Но это дополнение сделано очень качественно. Оно очень крутое и я кайфанул. Исследовать веру мне еще как минимум несколько недель, потому что я не хочу ее пылесосить полностью. Она красивая, она имеет свой характер и реально ощущается как пустыня. Как минимум, потому что гребаные черви, которые вылазят под земли песчаные, куча мобов, злых, именных, которые вас реально ваншотят, они ваншотят людей с 55-60 кассиеса. Это просто бомба. Короче, решайте сами, думайте сами. Основные аспекты обновления вам рассказал, головонки показал, новую шмотку показал, что будет изменено показал. И в целом, на этом у меня, наверное, все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, вступайте в группу ВК по ссылочке в описании. С вами был Сильвиас, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok,